Девушки отдыхают Вы смотрите наши новости в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Белые медведи могут остаться без единственной базы для тренировок. Краевая федерация зимнего плавания обязана покинуть озеро Пионерское. Там началась подготовка к строительным работам и летнему сезону. Как говорят сами моржи, теперь они бомжи. Что делать с нажитым имуществом и где теперь закаляться? Анастасия Драган продолжит тему. Барновские моржи словно делают последние фото на память. Совсем скоро они должны съехать с уже почти родного озера Пионерское, где начались работы по отсыпке пляжа. До весны мы оставили возможность, предоставили белым медведям, они здесь вот в этих будках ютятся. Мы предоставили возможность им завершить этот сезон. Вот сезон закончился, теперь наступает момент, когда вот эта гора песка должна лечь вот сюда. По словам Соковикова, командировка моржи длилась бы недолго, отсыпку завершат летом. Затем по плану строительство спортплощадок, веранд, а это, как видите, место для белых медведей, о них не забыли. Кстати, о переезде моржи знали с прошлого года, но почему-то оказались к нему не готовы. Несколько раз высказали свое недовольство, и в СМИ ситуация предстала даже как выселение Федерации. Правда, нам пловцы заявили, что готовы съехать, но куда? На речном вокзале там тоже стройка такая все, ковши вообще там загадили. Основное вот сейчас вот у нас на казенной заимке где-то или лебяжка, где-то туда вот. Руководитель спортшколы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и коно Юрий Морозов сказал нашему каналу, что они уже давно готовы принять белых медведей. И нужно для этого немного, чтобы Федерация подала полный список моржей. Грибной канал в краевом Минспорте считают самым подходящим местом для Зимней Федерации. Одобрят ли его сами моржи, вопрос открыт. Как и другой, что делать с отстроенной базой? Зимой 30 градусов, нужно прийти где-то раздеться. Потом где-то выйти, чтобы не было никаких вопросов, потому что вот и дети, пожалуйста, приходят. Им же нужен обогрев. Офис, баня, раздевалки, непрочное самодельное строение, но другого у Федерации нет. Оставить на территории озера нельзя. За забором растащат боятся спортсмены, а спасать не на что. Как я с ребенком возьму деньги? Или матери малоимущей? Это никак не получится. Сейчас я не знаю, как даже быть. Перевезти все эти объекты, это как минимум 20 тысяч это надо. И мы эту сумму просто физически в ближайшее время не потянем. Все эти вопросы поднимут уже в пятницу. На специальном совещании, где будут участвовать владельцы земли на Пионерском озере, белые медведи и представители Минспорта. Барнаульские маржи надеются, что благоустройство озера не скажется на их дальнейшем закаливании и соревнованиях. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. К другим темам. Коррупционный скандал почти на миллион. В Хабарском районе, крае захищения денег под суд, пойдут директор местного центра занятости и руководитель одного из образовательных учреждений района. Сообща, они фиктивно оформляли на обучение безработных, которые не давали согласия на прохождение курсов. С января 2015 года по май 2017 коррупционеры зачислили 120 липовых учеников. Деньги, которые выделялись на их обучение, потратили. Сейчас, как сообщают в пресс-службе краевого управления МВД, директоров обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. За подобные нарушения обычно наказывают штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишают свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в суд. А жители села Огнивость Калманского района обеспокоены тем, как нынешний руководитель распоряжается колхозным имуществом, в частности, сельскохозяйственным предприятием. Люди сообщили нашим корреспондентам, что базы, градообразующие для деревни компаний, распродают под угрозой дальнейшее существование всего села. Жители, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, упадок совхоза начался не вчера, а несколько лет назад с приходом нынешнего руководителя. Люди сообщили, что постепенно два десятка тысяч гектаров полей из ПК директор сократила до 4 тысяч. В итоге убытки понесли и рабочие предприятия, и пайщики поселения. По словам жителей, не лучше положение и в животноводческом секторе фермы. От огромного стада осталось 60 коров. А две бывшие базы для скота директор продала пару недель назад. Объекты купили местные и уже разобрали их. Люди возмущены, что руководитель ничего не делает для того, чтобы совхоз развивался. В местном комитете по сельскому хозяйству анонимные жалобы жителей назвали завистливыми. Положение Огневского СПК стабильным, а продажу ферм объяснили отсутствием скота. А это, по словам руководителя совхоза Татьяны Агафоновой, случилось потому, что работать в СПК некому. Между тем, в поселке на тысячу человек СПК – единственное градообразующее предприятие. Если 10 лет назад на нем трудилось больше сотни человек, то сейчас 30. Многие жители Огней уже вынуждены работать в соседних селах. А причиной многочисленных пожаров, которые регулярно происходят на территории края, является банальная безответственность и легкомысленность самих жителей. С приходом теплых дней люди выходят на свои участки, убирают мусор, сжигают старую траву, часто не задумываясь о том, что небольшой костер – основная причина крупного пожара. В Новоалтайске, например, уже начали гореть поля. Сегодня с утра спасатели следят, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома и административные здания. В пресс-службе МЧС сообщили, что собственник заливных лугов начал обжиг своих владений в микрорайоне Северный. Дым зашел в Новоалтайск. В группе «Инцидент Барнаул» пишут, что была перекрыта улица Пруцкая от Анатолия до трассы. Напомним, накануне поля горели в камне Набии. Правобережье окутал густой дым, на город сыпался пепел. Сотрудники МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Официально пожароопасный сезон в Алтайском крае открыт уже с 5 апреля. Спасатели начали проводить профилактические мероприятия, чтобы попытаться избежать серьезных возгораний. С рейдом они прошлись по улицам Первомайского района. Сезон пожаров стартовал. Возгорания, когда речь идет о весеннем пале, оборачиваются гектарами ущерба. На подобных рейдах спасатели напоминают жителям о правилах проведения сезонных работ. Да вот вышел утром, надо подбирать мусор. Подбирать, сжечь нельзя. Да нет, у меня там, я складил это, перегниет. Обычно риск не осознают. Так пенсионер из Калманского района сжигал траву на своем участке, а в итоге спалил 2000 квадратных метров поля. С начала года в пожарах на территории края погибло 70 человек, еще 40 получили травмы. По данным МЧС, основная доля возгораний происходила именно в жилом секторе. О том, что огонь опасен, в памятках напоминают особые категории населения. Люди, употребляющие спиртные напитки, ведущие социальный образ жизни, неработающие, которые могут курить в постели. Но когда полной уверенности в том, что люди не станут баловаться огнем, нет, остается полагаться нам высшую справедливость. Где не слышат спасатели, надеются в МЧС, услышат слава Божьи. Как говорит священник, те самые социальные личности и в церковь ходят. Сегодня в храме села Санниково проявили молебен о противопожарной безопасности. Читать его будут дважды в месяц. Для профилактики. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. В данном случае не ради профилактики, а чтобы избежать незаконных построек. Приближается садово-огородный сезон, и значит активность на участках возрастает. Садоводы будут не только высаживать растения, но и возобновят или начнут строительство, к примеру, дачных домиков. Но по новому закону, который вступил в силу 1 марта, чтобы начать строительство на участке, речь идет о капитальных постройках, с полноценным фундаментом, требуется получить разрешение от муниципальных властей. Теперь стройку необходимо вести согласно строительным нормативам. Ранее такого требования не было. Захотел и построил. Выкопал яму, залил фундамент, построил. Соблюдены нормы, крыша упадет или не упадет, это второй фактор. А потом уже будет поздно. Вложенные деньги, потраченные силы, материалы могут привести к очень печальным событиям. А именно такую самовольную постройку никто никогда не зарегистрирует. Мало того, если нормы строительства признают нарушенными, дачный домик могут просто снести. Уведомить муниципалитет согласно новому закону необходимо и в случае, если вы планируете провести реконструкцию домика или завершили строительство. Ну а далее в нашем эфире сюжет про семью из Рубцовска, которая в буквальном смысле борется за жизнь 11-месячного Матвея. У ребенка спинальная мышечная трофея. Об этой трагедии уже знают жители всей страны. Незнакомые люди присылают деньги на лечение малыша, проводят флэш-мобы в его поддержку. А на днях стало известно, что московская клиника готова взяться за лечение мальчика. Ирина Корчагина расскажет подробнее. Этого ребенка врачи предложили отдать в хоспис. А его родителям задуматься о новой беременности. У Матвея очень редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная трофея. Малыш практически обездвижен. С каждым днем он слабеет. Обычно таких пациентов ждут питания через трубку, вентиляция легких, летальный исход. Сейчас дети все гуляют, бегают. У меня старший во дворе бегает. Тут дома выигрыв ждет, когда он поправится. Когда он выздоровеет, спрашивает, что я скажу. Спинальная мышечная трофея не лечится. Для поддержания жизни необходим дорогостоящий препарат спинраза. На него требуется более 40 миллионов рублей. Простой семье из Рубцовска отказали 12 благотворительных фондов. Деньги начали собирать по всему миру. 12 миллионов 353 тысячи. На два укола пока даже нет. Но даже если семья соберет 40 миллионов рублей, они не смогут получить доступ к лекарству. Препарат спинраза только проходит регистрацию в России. Процедура регистрации, она может быть довольно длительная. Новых препаратов сложно сказать. Потому что может год заниматься, может полгода, может быть и быстрее. Это лекарство помогло бы и другим детям, больным спинальной мышечной атрофией. У болезни есть разные формы, в том числе и типы атрофии, с которыми можно жить при должном лечении. В Краевом Минздраве мы узнали, что история Матвея заставила ускорить процесс регистрации спинразы, насколько это возможно. Кстати, разрабатывается и отечественный аналог этого препарата, который может войти в список арфанных, то есть стать бесплатным для пациентов. Есть препарат бронофлама, который начал тестироваться в Российской Федерации. Это аналог американского препарата. Досье на данный препарат было представлено в Министерстве здравоохранения в ноябре 2018 года. Сейчас ситуация такая, ну, ситуация ожидания, скажем. Сколько она продлится, пока мы не знаем. Каждый день Матвей теряет навыки, которые у него были. Поэтому ждать препарат бессмысленно. В Краевом Минздраве было решено направить ребенка в московскую клинику имени Пирогова. Это единственный центр в России, который занимается редким генетическим заболеванием. Уровень федеральных, скажем, центров позволяет проводить клинические апробации, в том числе использовать препараты, которые находятся на стадии исследования. Может быть, и в данном случае как раз пойдут по данному варианту. 6 мая Матвея ждут в Москве. Там ему будут проводить анализы, уточнять диагнозы и начнут лечение. Сейчас в семье продолжает поступать помощь. Ситуация непростая. Если семья Матвея примет предложение поехать в Москву на обследование и лечение, я готов оплатить дорогу. Родители продолжают бороться за каждый день жизни Матвея. Помочь ему можете и вы. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Мы же продолжаем выпуск. Хотите почувствовать себя Гамлетом, послушать лекции о Шекспире на языке оригинала и на русском? Если да, вас ждут в библиотеке имени Шишкова на сон в летнюю Библия ночь. Именно так будет называться программа, которую организуют здесь 19 апреля в рамках уже ставшей традиционной акции. В этой Библия ночь участие примет более 500 библиотек, в том числе школьных. Акция посвящена Году театра. Именно поэтому в Шишковке замахнулись на самого Шекспира. Но им одним ограничиваться не планируют. У нас будет 15 театральных коллективов различных. Это в основном, конечно, любительские коллективы, которые чувствуют в себе силы представить свои работы на публику. Это будут мастер-классы, которые так или иначе касаются театров. Это будут музыкальные площадки, которые тоже будут каким-то образом задействованы. А еще волонтеры будут читать сонеты в образе бродячих музыкантов. Библиотекари станут в этот вечер эльфами и феями. Обязательно будет квест в самом потаенном месте – книгохранилище. Но, правда, принять в нем участие могут только те, кто заранее зарегистрируется на сайте Шишковки. Кстати, каждый, кто оформит читательский билет непосредственно в рамках «Библия ночи», станет участником розыгрыша пригласительных в Алтайские театры. К нам нельзя не прийти. Это, знаете, ну я даже не знаю. Пропустят очень много. То есть люди потеряют очень много эмоций, если к нам не придут. Ну а теперь о погоде. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Ольга из бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. На всей территории края по-прежнему ясно. Прохладнее всего в Заринске, там плюс 9. До 12 тепла в Славгороде Олейске из Миногорске. В Барнауле северо-восточный умеренный ветер. Ночью плюс 3, днем до 10 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Звоните, если у вас есть интересные темы для наших сюжетов. Все новости к этому часу. До встречи.